Цветы и свечи у здания Верховного Суда США. Американцы отдают дань уважения скончавшейся от рака судье либеральных взглядов Рудбейдер Гинзбург. На фоне скорби от этой утраты разворачивается межпартийная борьба за место, ставшее вакантным. Среди тех, кто пришел сюда, была и Камала Харрис, первая темнокожная американка и первая американка азиатского происхождения, выдвинутая кандидатом на постовице президента США от Демократической партии. Комментируя уход Гинзбург, претендент на кресло главы государства Демократической партии Джо Байден заявил, что замину Гинзбург должен определить победитель ноябрьских выборов. Избиратели должны выбрать президента, а президент – преемника Гинзбург, написал Байден в своем твиттере. В свою очередь, нынешний американский лидер Дональд Трамп отметил, что новый член Верховного Суда США должен быть назначен без промедлений. Президенту-республиканцу открывается возможность выдвинуть своего кандидата. 87-летняя Гинзбург умерла в пятницу вечером. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного Суда и находилась на этой должности более 27 лет. Американские СМИ сообщили, что за несколько дней до смерти Гинзбург говорила внучке, что больше всего желает дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее ухода в аккаунтную должность в Верховном Суде занял кандидат другого президента, а не республиканца Трампа.